Хьюго Босс Дельмар Атитюд, солидные марки для непосвященного вора. Критерием для выбора стала цена. Туалетную воду он брал, не принюхиваясь. Хотел пограться. Главное, что? Пять. Количество операций. Два выпил, три. Забрали. Нововятский милиционер задержали бомжа на следующий день после кражи. Содержимое сумки подтвердило подозрение. При себе он имел часть похищенной продукции. А часть уже успел реализовать. При вопросе, кому ты ее реализовал, отвечал, что реализовал в прохожем в людных местах района. В Нововятске магазин открылся недавно. Пока шла стройка, бывало, что крали мебель и вешалки. Но все по мелочам. Это кража на 12 тысяч рублей. Продавцы пришли утром и увидели выбитое стекло. Коробки от парфюма остались, флаконы исчезли. Сигнализации, говорят, не все было в порядке. Обычно, когда, мало ли, ветер срабатывал или что-то, или что-то упало, датчики на движение срабатывали, была сработка. Но в этот день она не сработала, сигнал не пришел. Выясняется. 54-летний уроженец Владивостока без регистрации живет в Кирове уже 9 лет. Ранее неоднократно был судим. Решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело. Продолжение следует...